А вот мы перед вопросами зрителей затронули тему МРТ молочных желез, и вы сказали, что это эффективный метод при наличии имплантов молочных желез. Сейчас тема имплантов стоит достаточно широко в стране. Модная история, огромное количество операций проводится. И, насколько мне известно, существует ассоциация между некоторыми видами имплантов и некоторыми видами злокачественных заболеваний. Есть такое. Да, есть, ну, она небольшая, да, там есть речь о лимфоме при определённых текстурированных имплантах. А вопрос мой скорее вот в чём. Есть ли, изучалось ли когда-нибудь, есть ли какие-то зависимости между имплантами и раком молочной железы? Я скажу, особых работ нет. И вот по своему опыту я не вижу, что повышается частота рака при имплантах. Здесь главное, если вдруг женщина настроилась, хотя, конечно, я сторонник всего естественного. Там всё естественное, более красивое. Но если вдруг, ну, какие-то обстоятельства, очень такая молочная железа действительно некрасивая, и женщина хочет сделать импланты, то нужно предварительно обязательно пройти рентгеновскую маммографию и УЗИ, вот эти два метода, чтобы исключить любую патологию. Потому что бывает так, что вот сделала импланты, а через год приходит, а там маленький рак. Он не развился, он был уже, но просто женщину недообследовали. Это внимание нужно обратить и пациентам, и врачам, чтобы они не делали операцию до того, как женщина будет полностью обследована. Надежда Ивановна, есть ещё такое мнение, что доброкачественные опухоли, да, они чаще всего вызывают вот эти вот болезненные ощущения, что если что-то беспокоит женщину, болит, или вот она нащупала какое-то болезненное уплотнение в груди, это, скорее всего, вот не рак, это добро, а злокачественные опухоли на ранней стадии, они себя никак не проявляют. Вот как вы можете прокомментировать такое мнение? Правда ли это? Я бы сказала, действительно, к сожалению, рак практически себя не проявляет, пока он не достигнет больших размеров. Но есть один вариант рака, такая вот тяжистая перестройка структуры, которой как-то ощущается женщина. Она говорит, вот я чувствую какую-то вот тяжесть, вот какое-то неприятное ощущение. Иногда это бывает. Поэтому мы всегда и говорим, что если даже какие-то неприятные ощущения, даже ничего не прощупывать, всё равно нужно прийти к доктору и всё-таки сделать рентгеновскую маммографию. Потому что именно на ней вот эта тяжистость будет видна. Лизонна, а все мы живём в эпоху ковида. Да. Кто-то говорит, что он заканчивается. У нас вроде 100 тысяч новых случаев, непонятно, в какую сторону он заканчивается. Ну, вроде как он стал полегче протекать. Тем не менее, за два года пандемии у нас создаётся ощущение о снижении выявляемости рака на ранних стадиях. Как у вас вот с раком малышной железы? Есть ли такое ощущение, что меньше стало выявляться на ранних стадиях из-за того, что люди самоизолировались, не попадали к врачу, были ограничения? Было ли такое? Да, абсолютно точно. Потому что действительно ковид – это огромный минус в нашей работе. И, в общем, показатели статистики уже начали меняться. В целом выявляемость ранних стадий практически не изменилась. Была 71,7, а сейчас 71,6. Ну, то есть близко. Но изменилась вот эта структура заболеваемости. Первая и вторая стадии. Вот она немножко дала крен во вторую стадию. Это у нас в стране. А буквально вот недавно я почитала работу французских авторов, там ещё хуже ситуация. Там на 64% увеличилось число метастазирования. И почти на 30% число запущенных форм рака. Потому что все были вот локдауни, никуда не ходили, и обследования не проходили. Это, конечно, очень серьёзный момент, поэтому диспансеризацию максимально надо стараться проводить. И у меня женщины приходили, вот интервалы, то они приходили через год, а то они пришли через три. Да. И ситуация изменилась, и уже размеры опухоли стали больше. Ну, что делать? Будем стараться, чтобы ковида у нас не было, что у нас больше не будет такой вот серьёзной пандемии, и что женщины обязательно должны приходить на обследование.